Аллилуйя Слава тебе Господь, слава, слава, слава Слава и хвала Господь, Аллилуйя Благословен Бог наш Благословено Царство Твое Аллилуйя, Аллилуйя Да, слава Богу, друзья Приветствую всех вас, братья, сестры, доброе утро Всех друзей церковной реформации Всех, кто подключается к этим трансляциям Или потом, кто в записи будет смотреть эту трансляцию с утренней молитвой 7.23.08.2019 И сегодня, этим утром, тоже совершаю причастие Также приступаю к этому таинству, этой тайне Телой крови Господа Иисуса Христа, слава тебе Господь Таинство, ставшее явным, явью Тайна, ставшая явью Вот, и слова Иисуса Всякий, приходящий ко Мне Это из Евангелия от Луки Читаю 6 главы 47-48 стихи Иисус говорит, что Приходящий ко Мне И слушающий слова Мои И исполняющий их Приходящий, да Слушающий и исполняющий Скажу вам, кому подобен Он подобен человеку, строящему дом Который копал, углубился И положил основание на камни Почему, когда случилось наводнение И вода наперла на этот дом То не могла поголебать его Потому что он основан был на камне Аллилуйя Приходящий, слушающий и исполняющий Да Углубляем это основание Докопаем Созидаем это основание Фундамент И, братья и сестры Новозавет на наш фундамент Один Этот камень Действительно Нерукотворенный, вечный Этот камень Который отвергли некогда строители Но ставший главой угла Камень Который есть сам Иисус Христос Скала Огромная скала Он сказал Записанного Матфея 16-18 Что я создам церковь мою И врата ада не одолеют ее Или не устоят перед ней Потрясающе Перед тем он говорит Как раз Петру Что ты камень И на всем камнем я создам Церковь мою По-русски там непонятно В нашем переводе Синодальном Непонятно Что имеет ввиду Иисус Потому что Действительно Камень и камень Потому что И такое возникает Ощущение Что на самом Петре Чуть ли не Созидает Господь Церковь свою А там Небольшая разница В этих словах есть И буквально Можно перевести Слова Иисуса Именно вот так Что ты камешек Или ты Да ты Да ты камешек И говорит На сей скале На сей огромном валуне Я построю На сей утесе Да Я построю Церковь свою И врата ада не одолеют ее Или не устоят перед ней Вот То есть Имеется ввиду Не просто Камешек Не просто Петр Да А скала Утес Там можно перевести еще так Глыба Вот А что же за глыба Что же это за скала Это скала нашего спасения Это сам Господь Иисус Христос Действительно И на основании Да Мы строим На самом деле Уже два тысячелетия Церковь созидается Это правда На основании апостолов И пророков Это тоже основание Это тоже можно так сказать В каком-то смысле Основание наше Да Действительно Но Имея кроегольным камнем Написано дальше Самого Иисуса Христа И вот это Действительно Надо помнить На самом Иисусе На самом Христе Он является нашим камнем Основанием Фундаментом Веры Благословен Господь Благословен Бог наш Царь всей Вселенной Благословен Спаситель наш Благословен Благословен Господь Слава Тебе Слава Тебе Слава 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 Агнцу Твоему Слава на престоле Сидящему Слава 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 Аллилуйя Слава 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 Агнцу Божьему Слава Слава Агнцу Божьему Аллилуйя От века Заклонному На престоле Сидящему Аллилуйя Слава Тебе Господь Ты был И есть И грядешь Вседержитель Всемогущий Бог наш Аллилуйя Взираем На Христа Братья Сестры Он Основание Он Фундамент Он Глыба Это скала Утес На котором Строится Все здание Прекрасное Здание Храм Святой В Господе Этот Уже Третий Храм Но Храм Который Нерукотворенный Вечный Храм Который Уже Действительно Созидается Неруками Человеческими Церковь Она Созидается Неруками Человеческими Хотя Такое Возникает У многих Может быть И как бы Ощущение Как бы Предположение Вот Значит Потому что Да Звучит проповедь Да Церкви Распространяются Различные Программы Есть Служение Там Прочее Но Но Все равно Созидается На самом-то Она Богом Самим Вот И поливающий И насаждающий Есть Ничто А все Бог Возвращающий Бог Взращивающий Бог Воскресение И жизнь Слава Тебе Слава Слава Тебе Господь В нашу Жизнь Пришла Ворвалась Жизнь Божья Спасибо Тебе Господь Слава Тебе Господь Слава Тебе Благослови Господь Народ Своим Миром Благослови Господь Боже Во имя Иисуса Христа Прими Господь Как фимиам Сегодня Молитву Нашу Как благоухание К престолу Слава Твоей Господь Аллилуйя 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 Боже Благодарю Тебя Господь За святых Твоих Ангелов Которые Служат Нам Любящим Тебя И Тебя Боящимся Слава Тебе Господь Благодарю Тебя Боже Благодарю Тебя За все За все За все Тебя Господь Я Благодарю Ты Искупил От смерти Душу Мою Благодарю Тебя Господь Боже Всемогущий Боже За всех Братьев Сестер За всех Кто подключается Подключился За всех Господь Боже Братьев Сестер Здесь Даже По социальным Сетям Кто Боже Кто В утренний Час Поднялся На эту Молитву Боже Присоединяется Благослови Во имя Иисуса Христа Слава Тебе Господь Слава Тебе Аллилуйя 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 Всякий Приходящий Ко мне И слушающий Слова Мои И Исполняющий Их Скажу Вам Кому Подобен Он Подобен Человеку Строящему Дом Который Копал Углубился И положил Основание На камне Когда Случилось Наводнение И когда Вода Наперла На этот дом То Не могла Поколебать Его Потому что Он Основан был На камне Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Ты Есть Действительно Великое Это основание Фундамент Веры Спасибо Тебе Господь Спасибо И Никакие Наводнения Этого мира Никакие Боже Ветры Не страшны Боже Потому что Ты наша Крепость Ты наша Башня Ты Господь Боже Все Для нас Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Братья Сестры Бываю Я В Грузии И Один Из Наших Священнослужителей Там В Грузии Это Брат Ревас Священник Отец Ревас Он Он Сам Из Такого Грузинского Народа Сван Он Со Сванетии Родом Хотя Сейчас Живет Не в Сванетии Но Вообще Он Сван И Его Детство Юность Прошли Там В Сванетии Высоко В горах В этих Башнях Интересно Рассказывал О жизни Там Эти Башни Где он Жил Там В селе Они Даже Строились Таким Интересным Образом Что Остреем Верх Туда К вершине Горы Они На склонах Гор Строят Эти Башни Живут В этих Башнях Каменных Башнях Многими Поколениями Строят И Живут В этих Башнях И Строили Когда Один Уровень Другой Уровень Настройки Такие Делали И Самое Интересное А почему Остреем Верх Потому Что Если Не дай бог Сходит Лавина Снег А там Высоко Горы Постоянно Снежные Иногда Что-то Сходит Оттуда С гор И Когда Сходит С гор То Чтобы Эту Башню Не Снесло Это Как Рассекатель Такой Что Получается Он Рассекает Эту Снежную Лавину Да И Он Рассказывал Несколько Случаев Таких Было Так Жутковатых Я Не Представляю Успевали В башне Спрятаться Там Особенно Если Выходят То Потом Сразу Обратно В башню Потому Что Это Безопасное Место Во всех Отношениях И Когда Если Лавина Сходила Там Допустим То Порой Такая Она Огромная Что Башню Полностью Накрывало Вот Они Не знали Сколько Там Метров Еще Над Ними Была Эта Лавина Это Снежная Огромная Штука Вот И Представляете Вот Они Там Жили Даже Не Один Месяц В этом Огромном Таком Сугробе Ну Не Только Они Конечно Там И Другие Башни Тоже Накрыло То Есть И Другие Семьи Они Тоже Были В таком Да Были Полностью Замурованы Этой Лавиной Вот И Я Не Помню Точно Но Пару Месяцев Точно Они Там Прожили Больше Даже Вот Значит И Он Рассказывал Что Да Там Все Продумано У них Еще Их Предками Далекими Было Все Продумано То Видимо Далеких Предков Тоже Постигала Такая Беда И В этой Башне Там Соко Уровней И Там И Для Животных Есть Уровень Знаете Как Ковчег Ноев Нечто Подобное Каменный Постоянный Такой Стоящий На горе Вот И Там Есть Отделение Для Животных Для Провианта Вода Значит Там Все Заготовлено Там Короче Много Всего Семена Всякие И Интересно Что Вот Находясь В этой Башне Большая Семья Там Они Могли Выжить Находясь В таких Условиях Так Что Вот И Когда Ревас Рассказывал Об этом Всем То Я Понимал Да Что Библейский Да Что Он Наша Башня Господь Наша Скала Наша Башня Вот И Это Крепость Такая Сам Господь Это Крепость В которой Мы Безопасны Кстати Здесь В Украине Тоже Я видел Ну Не Такие Башни Конечно Но Вот Западной Украине Бывал Я На Этих На Экскурсии Там Крепость Показывали На горе Такой Большой Значит Там И И Она Эта Крепость Могла Даже Ну Многими Месяцами Короче Выдерживать Осаду Потому Что Там Прям Она На Скале Но Внутри Долбили Долбили Значит И Именно В камне Выдолбили Прям Насквозь Огромный Огромный Такой Огромный Колодец То Есть Вода Там Есть Постоянная Вода Поэтому Осада Была Не так Страшна Продовольствие Было Заготовлено Там Показывали Нам Такие Хранилища Древние Хранилища Прям В камнях Тоже И этот Колодец Не представляет Титанический Труд Там Сколько Много Усилий Было Положено Чтобы Продолбить Эту Скалу И Сделать Этот Колодец Да Вот И Друзья Братья Сестры Наше Основание Наш фундамент Это Сам Господь Иисус Христос Это И Колодец Да Чудесный Это И Стены Ну Такие Непокоримые Да Значит Никто не Может взять Захватить И Никакая Лавина Не Может Поколебать Это Сооружение Великое Святое Самого Господа Нашего Иисуса Да Вот И В нем Душа Наша Безопасна Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Аллилуйя Всякие Приходящие Ко мне И слушающие Слова Мои И исполняющие Их Вот Слово Божье Действительно Ты размышляешь Об этом И думаешь Вот Действительно Я думаю Тоже Да Что Слово Божье Вот Его Необходимо Действительно Не только Принимать А исполнять Вообще Даже Вот Это Слово Шма Когда Иисуса Спросили Да Что Есть Главное В законе Да В заповедях Он сказал Шма Израиль Да Слушай Израиль Господь Бог Наш Есть Господь Единый Вот И Шма Это Призыв Еще К действию Не только Слушай Как вот В русском Допустим Слушай Да Но можно Слушать Как бы Значит Делать Все по-своему Слушаешь А делаешь По-своему Но не так Шма Это означает Именно Выслушай Согласись Это Раствори Это И исполни Это как Призыв К действию Сразу же Призыв К действию Значит Не просто Такое Пассивное Слушание А активное Слушание Которое Связанное И с согласием Да Принятием И с действием Исполнением Этого слова Потрясающе Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Благословен Господь Бог наш Благословен Господь Слава тебе Слава тебе Слава тебе И хвала Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Углубляемся В Слово Твое Божие И Исполняем Слово Твое Слава тебе Благословен Господь Благословено Царство Твое За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. Братья, сестры, Господь мог бы дать все сразу, вот так вот, но халява она развращает. Кстати, халява, да, это слово, русское слово, да, но оно от еврейского слова. Халява, халява от слова халяв, знаете, да, слышали, халяв это, что, молоко, да, молоко, помните песню? Эрит завод халяв, халяв он ваш. 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 в этой земле течет молоко и мед 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 спасибо спасибо господь спасибо спасибо господь спасибо вот но Но, в отличие от представления многих других народов, верящих в молочные реки и кисельные берега, Израиль всегда учился и учится добывать все действительно. Это молоко и мед необходимо принимать, брать, предлагать усилия, старания, быть прилежным. Слава Богу! И вот почему халява? Потому что в Украине, Белоруссии, в западных частях, в черте оседлости много проживало евреев. И когда наступала суббота, шаббат, то еврейские женщины коров своих не доили, Но они предоставляли возможность нееврейским своим соседкам, украинкам, белорусским, доить еврейских этих коров, забирая бесплатно это субботнее молоко. И они предлагали заходить каждый раз. Да, в субботу предлагали соседям своим, украинцам, белорусам, и говорили халяв, 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 халяв. И те знали, что да, раз в неделю есть халявное молоко, молочное молоко такое. Молоко бесплатное, субботнее молоко. Кстати, сегодня пятница, сегодня вечером будем встречать тоже такую молочную субботу, да, шаббат, шаббат будем встречать. Слава Богу. Да, и Господь мог бы дать вот так вот, прям раз так, бросить нам все сразу, знаете ли, но он хочет, чтобы дети его, они были не инфантильны, чтобы дети его были активны, чтобы дети были, ну, похожими на него. Вот, и это прекрасно, это удивительно, и это возвышенно на самом деле. Спасибо тебе, Господь, спасибо за твою мудрость, ты мудрый отец, ты благой отец. Никто не благ, так, как ты Бог наш. Слава тебе. Благодарю тебя. И спасение, также, вот, самый великий дар его, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, с одной стороны, это бесплатно, с другой стороны, за это оплачена слишком великая цена. Господь отдал самого себя, кровушку свою за нас пролил. Это бесплатно, но это не потому бесплатно, потому что это дешево, а потому что это бесценно. Потому что никакой цены, если бы даже на земле мы бы все сложились бы, и отдали бы все богатства нашей планеты, нашей земли, отдали бы за это спасение, не хватило бы даже, там, миллиардной части, вообще бы, это как ничто, просто как ничто. Все народы, собравшись, были бы как ничто, как на его весах, как просто ноль, ноль. И абсолютный ноль. Это слишком огромная цена спасения, которую человек не потянул бы никогда. И человечество в целом не потянуло бы никогда. Лучшие умы представителей человеческого рода на протяжении всей истории нашей человеческой приходили к этому пониманию, что невозможно, невозможно. Но, друзья, то есть побег из этой тюрьмы невозможен вообще. Здесь даже Алькатрас отдыхает. Здесь вообще, здесь действительно спасение должно прийти извне. И те, кто пытались побег совершить из этой тюрьмы, этого мира, понимали, что это невозможно. Рано или поздно понимали, даже самые хитроумные из нас. Но должно прийти извне спасение. И вот это спасение пришло. Это сам Спаситель наш, Господь наш. Это сам Искупитель наш. Спасибо тебе, Господь. И поэтому спасение это бесплатно, но это не потому, что это дешево, а потому, что это слишком... Это неоплачиваемо. Это просто, это нереально для всего человеческого рода и для каждого из нас в отдельности. И поэтому мы можем лишь принять это спасение, дар Божий, сверхъестественный дар Божий. И вот, но удивительно, приняв дар Божий, мы живем дальше и углубляемся, развиваем все это, да, значит, в нашей жизни. Мы принимаем, и это определенный труд. Конечно, это ничто в сравнении с тем, что мы приняли. Но это помогает нам быть немного, но похожими на него. Подражаем Богу, как чадо возлюбленные. Развиваемся, да, это прекрасно. Тренируемся. Аллилуйя. И враг разгромлен, да, враг разгромлен. Страш этой тюрьмы поражен смертельно. Это как вот у кошек, допустим, да, вот кошка-мама, допустим, она, значит, приносит мышку уже пораженную, уже смертельно раненую, но приносит к своим котяткам, чтобы они поигрались. Но не просто поигрались, они чтобы тренировались, значит, да, чтобы они, ну, как бы, немного были похожи на маму, на папу, значит, там. Не просто сидели, им все там в рот ложили, значит, и они там сидели просто и кушали, значит, и пили. Нет, приходит время, ну, есть время и этому, конечно, тоже, но приходит время, когда, значит, эти котятки уже там что-то делают уже, да, вот интересно. И Бог хочет, чтобы действительно дети его, они развивались, дети его, чтобы росли. Ой, да, ну, это возможно лишь, когда мы принимаем дар его, дар спасения. Поэтому я обращаюсь так, на всякий случай, я же не знаю, многие подключаются, очень разные люди, и, в принципе, судя даже по комментариям, очень разные люди, по-разному верующие и неверующие, взятие. Вот, сейчас перед причастием, перед Евхаристией, хочу кое-что очень важное сказать. Спасение, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим, принять его, просто примите его, примите Божье спасение, Божью жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Вот, и причастие совершаем, да, налейте, я вот, у меня сок есть, я имел возможность, вот, купить соку, да. Если нет сока, даже просто порой воду наливаю, просто воду, да, в домашних условиях, причастие порой так вот совершаю. У меня есть лепешка восточная, здесь у братьев, мусульман, покупаю, прихожу к ним, салям, алейкум, говорю, алейкум, ас-салям. Это как наподобие шалам алейкум. Вот, и, то есть, это мир вам. И, вот, у меня хлеб такой прекрасный, такая восточная лепешка. Вот, иногда просто беру хлебушек любой, ржаной, там, так вообще лично любой. Я, кстати, еще купил такой мексиканский такой еще, лаваш такой, для таких буррито, острый, классная вещь. Неважно, само вещество здесь, понимаете ли, причастие, важно само существо этого причастия, сущность этого причастия. А сама суть этого причастия, Евхаристия, она здесь и здесь. Это наше рассуждение о теле и крови Христа, сердце наше и наш разум, имею в виду. И, действительно, причастие мы принимаем не просто ртами своими, желудками своими. То, что входит в нас, Машиах говорил Мессии, сказал Христос Иисус, что оно не может нас осквернить. То, что, или, тем более, там, осветить оно не может нас. Знаете ли, но то, что исходит из нас, оно может нас либо осквернить, либо осветить. Вот, что касается осветить, самое великое, что может нас осветить, вообще, человека, как такового, верующего, это рассуждение о теле и крови Христа, благодарное сердце к Богу, благодарности к Богу. Поэтому, Евхаристия мы говорим, да, мы восхаляем Бога, благодарим Бога за все. Слава, слава, слава и хвала Господь. И поэтому, даже если вы нальете себе немного воды и возьмете, там, любого хлебушком или сухариков, там, чипсов, я не знаю, что там, просто в дороге даже, да, вот, Кока-Кола и чипсы, допустим, просто принимая причастие, рассуждая о теле и крови Христа. Иногда бесконтактно, абсолютно, просто, вот, мыслями своими, да, умом и сердцем своим возносясь к Господу, рассуждая о теле и крови Христа, принимая причастие, Евхаристия, бесконтактно, ничего не принимая вообще, значит, внутрь, физически, но духовно, наполняясь, наполняясь и преисполняясь рассуждением о теле и крови Иисуса Христа. Я называю это бесконтактным, таким, как раз, вот, причастием. Петро пишет, да, скажите, пожалуйста, можно любой пресный хлеб использовать? Опять-таки, вот о чем я и говорю, неважно, какой хлеб это будет, пресный, квасный, там, значит, не, в церкви мы чаще всего используем опресники, да, более, ну, соответствуют, как, как сути самой причастия, опресники, мацу покупаем, да, вот, значит, а вообще причастие, неважно, вот, у меня есть вот белорусский хлеб такой еще, кстати, вот я хлеба-то купил, вот, как раз сразу и к шабату все уже приготовил уже я, ну, в общем-то, вот, это, значит, белорусский хлеб, вот, очень хороший ржаной хлеб, потому что причастие это совершается действительно умом и сердцем, оно совершается нашим естеством самим, даже если вы сейчас ничего не будете принимать, даже если вы не будете ни хлеба, ни воды сейчас принимать, но можете причащаться бесконтактно, то есть без ничего, вообще ничего не принимая ртом и желудком своим, просто своим сердцем и умом, просто наполняйтесь рассуждением о теле и крови Христа, просто я объясняю еще, почему, принимая причастие, мы, человеки, ведь не только дух, духи, да, дух, душа есть тело, и все, на самом деле, в нас очень сильно связано, нет такого, чтобы отдельно, там, душа отдельно, дух отдельно, тело, ну, это было бы ужасно, наверное, заебищем, вот, значит, это как-то, как, недуг какой-то был бы, вот, все взаимосвязано у нас, все перетекает одно в другое, и все взаимосвязано крепко, с связями такими, духовными связями, вот, физическое, оно же и духовное, оно же и душевное, все вместе, это одно, я один человек, и тело, и дух, и душа, слава Богу, и поэтому, когда мы принимаем причастие, да, именно, жуем, едим, значит, да, пьем, значит, то, я так рассуждаю, это для всего человека, это, ну, благо, вот это рассуждение, активное рассуждение тогда уже, активное, с действием связано, и вот само действие, это пить и есть, вот, да, мы даже просто трапезу совершаем, допустим, я могу причащаться просто, вот, борщ ем, допустим, я причащаюсь, тело крови Христа, рассуждая о теле крови Христа, значит, потому что это вот, ну, но классически, классически, конечно же, вот, по Писанию и вообще классически, это вот хлеб, вино и хлеб, но у меня вина нету, вот, просто виноградный сок, допустим, и просто вот лепешка, обычная лепешка, причастие, конечно, когда в церкви мы причащаемся, в церкви там, в церквях разных, я, допустим, бываю в разных церквях, причащаюсь и у баптистов, и у писятников, у харизматов, у католиков, у разных очень людей, вот, значит, разных конфессий, разных динаминаций, вот, то, значит, знаете ли, ну, да, я принимал причастие за вот последние свои годы реформаторской деятельности, наверное, в десятках разных конфессий, очень, притом разных, очень разных, по вероучению своему, кто-то верит буквально в присуществление, кто-то не верит, кто-то верит лишь в символизм, но по-любому мы причащаемся Христа Иисуса, мы знаем, что Христос в нас, в куповании славы, у старобрядцев на Аляске, у беспоповцев, допустим, там у них, или как в католической гребечековской общины, допустим, то же самое, в Москве, там, значит, на Преображенке тоже там, они просто Евангелие открывают, перекрестился, ну, там двумя перстами, двумя перстами они, по-старому, вот, значит, и целуют Евангелие, и вот, там у них там старейшина, или кто-то там начетник, там, он говорит, что вот, вот мы преломляем хлебушек, Слово Божье, рассуждаем, читаем, вот, и он поцеловал это Евангелие, да, вот, преломление, хлебопреломление наше говорит, интересно так, то есть разные есть такие даже понимания, разные толкования, объяснения, но самое главное, Христос в нас, в куповании славы, вот причастие самого Христа, слава тебе Господь, благословен Бог наш. Да, но когда в церквях мы причащаемся, допустим, да, в своих церквях, или где-то в гостях, допустим, да, вот, значит, в других конфессиях, деноминациях, то уже, ну, в чужой монастырь со своим муставом не приходят. Если там пресный хлеб используется, то я пресный причащаюсь, конечно, как все, что я, значит, я буду выделяться, что ли, нет, конечно, как все, вот, да, безусловно, есть общинность определенная, если там принято квасным хлебом, то квасным, значит, вином, вином, соком, соком, то есть, ну, уже дело такое. Это не суть важная, это даже не второстепенное и даже не третьестепенное, вот, а первостепенное и самое главное, это как раз вот именно Христос, сам Христос. Кровь Христа, тело Иисуса Христа. Христос в нас, упование славы, я и Отец одно, тогда это свершается чудо из чудес. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь царей, Господь господствующих. И сегодня преломляю хлеб, рассуждаю о теле и крови Господа, Спасителя моего, Иисуса Христа, Рассуждаю о его великой жертве. Спасибо, Господь, спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, За воскресенье Твое, за победу Твою, За жизнь вечную, бесконечную, Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарю Тебя, Отец, Бог мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Аллилуйя, Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Христос, Спаситель мой, Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю, Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, Спасибо, 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 Господь, спасибо, 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 Тело Иисуса Христа, Аминь Кровь Христа Аминь 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 Спасибо, Господь, спасибо, Спасибо, спасибо Спасибо, Господь, Спасибо, спасибо, Спасибо Кровь Христа Омыла меня Кровь Христа Освободила меня Кровь Христа Исцелила меня Аллилуйя Спасибо, Господь, спасибо за кровь Твою Благодарю Тебя, Господь, за спасение Твое За жизнь вечную Дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашу Слава Тебе Благословен Бог наш И благословенно Царство Его Отца, Сына, Святаго Духа Благоставляю вас, братья и сестры Сегодняшним днем, да, пятница Последний день у нас Библейской трудовой недели Вот, сегодня вечером Входим в покой Сегодня последнее приготовление На работу, с работы Стараемся что-то к шаббату купить Вот, значит И, в общем-то Уже в пятницу вечером Сегодня вечером Встречаем Господний день И входим к шаббат С пятницы вечера до субботы вечера Шестой сегодня день И наступает седьмой день Мы празднуем седьмой день Субботу Господню Поэтому Сегодня сейчас последнее приготовление Бог вам в помощь всем И нам всем Бог в помощь В этом Настроим свои сердца Приготовляемся Размышляем об этом сегодня Вот, и вечером Встречаем шаббат Давайте встретим вместе В шесть часов вечера Подключайтесь Онлайн Встреча Шаббата Вот, я постараюсь Завтра быть тоже На служениях Мессианской общины В одной, второй Здесь посмотрим Здесь много в Киеве Мессианских общин разных Слава Богу Это прекрасно Адвентисты тоже Христианская церковь Соблюдающая тоже Господний день То есть, есть Достаточно много В Киеве Послушных Божьему Слову Людей Немало Уже слава Богу Все больше и больше И среди баптистов Среди писятников Харизматов Сегодня все больше и больше Верующих Которые Святость Господнего дня Чтут Вот И это Это замечательно Это восхитительно Это действительно Говорит о том Что вот Церковь Божья Послушная Христу Становится Действительно Послушание проявляется Это признак Вот как раз Этого здоровой церкви Здорового Верующего человека Спасенного Возрожденного Слава Богу Спасибо тебе Господь Спасибо тебе за все Да Пусть Бог благословит вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир вам И благодать Да умножится Марина написала тоже Слава и хвала тебе Господь Аминь Аминь Вот и Благословляю вас В сегодняшнем дне Всех Благословляю свою семью Супругу свою Инну Сергеевну Детишек наших Внуков наших Благословляю во имя Господне Во имя Иисуса Христа Вот и Благословляю Израиль Благословляю Иерусалим Во имя Господне Благословляю землю Израиля Обитованную землю Благословляю Киев Украину Сегодня 23-е у нас число Уже завтра День независимости И послезавтра Празднуем как раз И на служении Воскресенье На богослужении Тоже здесь В нашей Киевской артибископии Будем молиться за Украину Приходите пожалуйста Вот Буду рад общению Встречи с вами Слава Богу Пусть Бог благословит Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аллилуйя